Заказал я тут на днях в офис Хачапури. Такое привезли? Не, так не пойдет. Всем привет! Меня зовут Кук и вы смотрите канал Я Не Умею Готовить. Как вы уже поняли, сегодня мы будем готовить Хачапури по-аджарски. Я постараюсь изобразить самый традиционный их рецепт. Ну, по крайней мере тот рецепт, который считается традиционным. На самом деле рецептов Хачапури по-аджарски несколько. Кто-то готовит их на дрожжевом тесте, кто-то готовит их даже на слоенном. Но самый традиционный рецепт подразумевает использование мацони. Это кисломолочный грузинский продукт, что-то вроде простокваши. А также использование эмеретинского сыра. С эмеретинским сыром чего-то как-то не сложилось, поэтому я заменю его двумя частями сулугуни и одной частью адыгейского. С мацони, в принципе, чуть легче, но в ближайших магазинах я не нашел. Поэтому, опять же, мацони я заменю двумя частями кефира и одной частью сметаны. Да-да, можете кидать в меня тапки, продукты у меня неправильные. Ну, что же делать? Будем готовить из того, что есть. Поехали! Почему я решил готовить именно по этому рецепту? Ну, потому что рецепт очень простой. Нам понадобится 250 грамм муки и около 2-3 стакана мацони, ну, либо, как в моем случае, кефира смешанного со сметаной. Выливаем кефир со сметаной в посудину и добавляем туда примерно по пол чайной ложки сахара и соль. Затем в руки берем ложку, муку перекладываем в сито, либо просеивку, и начинаем потихонечку соединять эту массу до получения теста, которое будет достаточно мягким, но в то же время начнет отлепать от рук. Да, кстати, духовку еще до начала приготовления можете ставить греться на 180-200 градусов. После добавления большей части муки, ложка нам уже не нужна, лезем в миску рукой и продолжаем мешать тесто. Потихонечку подсыпаем муку. Теперь, когда тесто вымешано, возьмем немножечко растительного масла, нальем на чисто вымытый стол, еще немножко на руку и подготовим поверхность для раскатывания теста. Не переживайте, деревянному столу от масла хуже не станет, если только лучше. Тем же маслом имеет смысл намазать скалочку, теперь берем наше тесто. Тесто здесь достаточно на два хачапури, поэтому кладем на стол, примерно делим пополам и аккуратно разрываем. Тесто надо раскатать в тонкую лепешку толщиной где-то полсантиметра. Как-то так будет достаточно. Теперь берем сыр. Натираем его так, чтобы он покрыл всю лепешку. На серединку можно побольше, по краям чуть поменьше, но по всей поверхности. Собираем сыр, который у нас немножко рассыпался при натирании, и теперь сворачиваем края в трубочку, примерно вот так. А вот эту часть аккуратно берем и защипываем. Готовую хачапури можно удобно убрать на кусок фольги либо бумаги для выпечки и отставить в сторону. А пока замерзем вторым. Субтитры сделал DimaTorzok Я предпочитаю печь хачапури на решетке. Возможно, кто-то из вас скажет, что это неправильно, но мне так нравится больше. Поэтому выкладываем фольгу с нашими красавцами на решетку и в духовочку их минут на 20, пока тесто не станет золотистым. Главное, не пересушите их, потому что это тесто, в отличие от дрожжевого, очень чувствительно к пересушиванию. Когда ваши хачапури чуть-чуть подзолотятся и будут выглядеть примерно так, берем вилочку, аккуратно перемешиваем начинку, делаем в серединке углубление и разбиваем в каждый хачапур по одному яйцу. Отправляем в духовку еще буквально на 5 минут, чтобы схватился белок. Ну что ж, прошло еще 5 минут и хачапури полностью готовы. Есть их стоит только руками, отламываете кусочек теста с края, перемешиваете им начинку и употребляете. Лучше с хорошим красным вином. Ну и наконец, самое главное. После того, как хачапури полностью готовы, возьмите хороший такой кусочек сливочного масла и аккуратно положите его сверху. Когда вы будете их кушать, вы перемешаете масло с начинкой и это сделает блюдо абсолютно бесподобным. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, заходите в мою группу ВКонтакте, там же будет подробный текстовый рецепт и список продуктов. Ну и как всегда, не забывайте, увидимся в следующую среду, все будет вкусно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok